Всем привет! Это Ника и моя 25-я неделя. В общем, на самом деле, на этой неделе случилось очень непредвиденное обстоятельство. Это со мной произошло в конце недели, поэтому в конце недели я вам и расскажу, что со мной было. Так что досмотрите обязательно до конца. Для любой впервые беременной эта информация очень пригодится. Помогаем парню извиниться. Меня попросили поставить свадебный танец. Не тонкая грудь. Вчера я наконец-то была у врача. Это уже после недели. Те мужчины, которые нас смотрят, пусть закроют уши вообще. Я начну вам потихоньку рассказывать о тех товарах, которые я уже приобретаю на первые годы жизни малыша. Пока не могу ничего сказать о практической их стороне применения, потому что я еще никогда не использовала их. И вообще многие даже не знают, зачем они вообще нужны. Но я опираюсь на мнение своих подруг, на мнение консультантов в магазине и на специалистов, которые говорят, что да, это пригодится. И многие против использования бутылочки во время первых месяцев жизни ребенка, потому что очень часто он может отказаться потом от груди. Потому что грудь сосать ему сложно, а бутылочку легко. И поэтому он такой не хочет напрягаться. И дай-ка мне, пожалуйста, бутылочку. Зачем мне твоя титька? И вот я взяла вот такую вот интересную бутылочку. Вот такую. Фирма Pigeon и уникальность ее в том, что вот эта вот соска, которая у нее есть, она обладает уникальными такими естественными сосательными движениями. И малышу приходится действительно напрягаться так же, как и с вашей грудью. Поэтому сводится примерно к нулю возможность того, что он откажется от вашей груди. И сама бутылочка, она сделана из очень такого прочного пластика, который абсолютно устойчиво к перепаду, резким перепадам температур. И, в общем-то, я думаю, что она пригодится, если вдруг мне придется куда-то отлучаться, а ребенку нужно будет покушать. Так что... Помните, в прошлом выпуске я вам рассказывала про волшебную коробку Kitbox. Так вот, расскажу кое о чем поподробнее. На самом деле, оказывается, что вот это не только игрушка. Это еще и грелка и какая-то охлаждалка. В общем, она работает как три в одном. Первая ее функция – это то, что можно ее нагревать. Вот вы ее здесь так легко достаете. И здесь внутри вишневые косточки. Они обладают очень классным эффектом. Они очень долго сохраняют температуру. Вы вот этот вот пакетик кладете либо в морозилку, чтобы охладить, либо в микроволновку. И в микроволновке грейте. Главное – не перегреть. И проверить потом, чтобы ребеночек не обжегся. Вставляете вот обратно и используйте, как вам нужно. Можете нагреть кроватку, можете нагреть бутылочку, можете охладить бутылочку. Можете ударился ребенок, приложить вместо льда. В общем, это очень полезная штука. И я думаю, что когда малышка родится, я оценю ее действительно по достоинству. И также третья ее функция – это то, что вот эти вот косточки очень хорошо развивают мелкую моторику. Вот так вот и мете, и мете, и мете. И они там маленькие такие. Вот. Успокаивает даже взрослых. На этой неделе у нас была очень крутая работа. Это различные флешмобы и сюрпризы. Они могут быть танцевальные, либо нет, это не важно. В этот раз это было очень интересно и забавно, потому что мы помогали парню извиниться перед своей девушкой. Он хотел ей сделать предложение, но его отговорили, сказали, раз ты там оплошался, чувак, нужно вначале извиниться. Она прилетела из Дубая. Мы перехватывали ее на дороге из Домодедова. Там выходил ее папа. Мы стояли, уже ждали на остановке их. Он вышел, там типа протер фары, нам такой кивнул головой. Прям как в самых лучших фильмах о секретных материалах. Джеймс Бонд, не знаю, все что угодно. Мы ржали в машине, вообще как ненормальные. В общем, мы их обгоняем, они начинают ехать за нами, и у нас в машине открывается заднее такое стекло. То есть не весь багажник, чтобы открывать, а только стекло. И оттуда девочка показывала ей всякие таблички там с извинениями, я тебя люблю и так далее. В общем, она была невероятно рада. Вот для нас такие эмоции, это очень круто. Ты это все переживаешь вместе с самим человеком. Она начала это все снимать. В итоге мы потом остановились на Лукуйловской заправке, и там ребята для нее танцевали. Я, по идее, тоже должна была танцевать вместе с ними, но так как организаторы не согласовали данный флешмоб, мне пришлось успокаивать ненормального менеджера, который еще и запретил все это снимать. Но ничего, в любом случае девочка была в восторге, она там плакала, сияла от счастья, думая, что вскоре мы сделаем для нее и предложение. Вообще, обычно эта работа, конечно, у нас летняя такая. И не раз я танцевала перед роддомом, там, где папаши встречали своих жен, и мы как раз для них тоже устраивали крутые флешмобы, куча-куча народу, танцевали под «I love you, baby» и так далее. И прям я подумала, а вот я ведь тоже скоро буду на этом месте. Ребята прикалываются, что тоже будут для меня танцевать. Мне кажется, это будет будний день, и они все забудут, короче, и забьют на меня. А еще на этой неделе меня попросили поставить свадебный танец. Это тоже одно из моих таких любимых занятий. На самом деле, как я говорю, что я не только хореограф, но я еще и психолог, потому что очень часто, конечно, при постановке свадебных танцев парочки, ух, какие заведенные ребята, особенно если это делается не заблаговременно, а там за пару недель до самой свадьбы. К сожалению, придется мне это отложить, потому что я все-таки думаю, что в июне мне будет гораздо комфортнее на таких занятиях. Еще я наконец-то могу проверить в использовании вот этот вот прекрасный аспиратор Бэби Вак. Мне про него очень много рассказывали, но у меня нет такого пылесоса дома. Поэтому вот приехала к маме, и теперь могу посмотреть, что это такое. Вот здесь есть такая насадка, сюда его вставляете. Очень удобно, что здесь можно регулировать мощность. То есть, ну, желательно ставить на минимальную, особенно для маленьких детишек. И держать можно его не больше пяти секунд в носу. Поэтому вы нажимаете... И там вы вводите. На самом деле, очень забавное ощущение. И совсем не неприятное. И показания к использованию, потому что ребенок не умеет высмаркиваться. Так что это очень-очень нужная вещь. А еще, кстати, здесь пишут, что желательно промыть вначале нос соляным раствором. Так что для более эффективного использования обязательно промывайте. И вообще читайте инструкции. Еще я разобралась со своим ухом. Вчера я, наконец-то, была у врача. Я пошла к стоматологу, хирургу просто от балды. Подумала, что, ну, может, он поможет. А так как к терапевту огромная очередь, а к хирургу нет. А по сути, они знают практически одно и то же. Лайфхак. Идите к хирургу. У него вообще никого нет. И я к нему пришла, описала свои симптомы. Он говорит, ну, сустав. Просто воспалился сустав. Короче, не зевай. Широко рот не открывай. Полный покой. И ешь кашку. Ну, и, собственно, все пройдет. Если не пройдет, то тогда уже будем делать рентген. Но, видимо, это уже после еды. Была я сейчас на приеме у Лора. На самом деле, мне опять так и не сказали, что с моим ухом нужно будет смотреть сустав челюстной. Отправили к следующему профессионалу. В общем, посмотрим, что с ним. На самом деле, очень тяжелое место. Я провела сейчас там целый час. И, знаете, быть беременной и сидеть и смотреть на кучу детей больных раком и кучу других неизлечимых болезней. Пойду, что ли, в ванной полежу, не знаю. Может, полегчает. Очень сложно. Очень. Я прям прослезилась. Вот как назло. У меня именно сегодня просто куча-куча дел в такую погоду, такой снегопаде. Сейчас все далеко от метро. Просто какой-то кошмар. Ходьба – это вот лучшее, что придумали для беременных женщин после бассейна. А когда ты ходишь по неубранным еще улицам, еще и приходится волочить ноги. Очень класс. Фитнес. Вот еще один важный вопрос, который я узнала на приеме у своего врача. Она мне каждый раз спрашивает, какие витамины я принимаю. Каждую неделю я ей насыпаю одно и то же. И она такая, ну окей. Я говорю, ну а вообще смысл-то есть их принимать? На что она мне выдала такую информацию, которую, видимо, она не совсем могла мне говорить, так как врачи обязаны пропихивать какие-то, ну там, витамины, средства и так далее. Она сказала, что вообще эти витамины очень часто, очень сильно повышают аппетит. Но так как я худенькая, стройненькая, она как бы разрешила мне их пить. Но полненьким девочкам лучше от них воздержаться. Короче, напожрать прям прорывает. Но сказала, главное юдомарин пить. И плюс, так как я лечу в Индии, вообще нафиг мне эти витамины. Я сейчас заряжусь. Смотрите, по какой потрясающей зимней сказке я иду. Знаете, я всю жизнь прожила в Сокольниках. И очень мечтаю вернуться в этот район. И надеюсь, что в скором будущем моя мечта осуществится. Потому что жить рядом с парком – это божественно. Вот вы знаете, куда не придешь, тебе все такие, может, посидишь? Ты такой, не-не-не, я хочу постоять. Вот сейчас ехала в машине, дофига времени. Дайте постоять. Вот, кстати, для выманивания моего дитё очень помогает. А я что выманиваю тоже? Ну, ты думаешь, что я тоже выманиваю? Да, поэтому она меня теперь пинает во сне, потому что я ем ее печенье. Да. В конце этой недели, те мужчины, которые нас смотрят, пусть закроют уши вообще. Вам это знать не обязательно. Я просыпаюсь с утра. И я люблю спать голой. Ну, нравится мне. Там всякие вот эти вот поддерживающие лифчики. Это все мне не нравится, в общем, все это сдавливает, и мне хочется свободы. Но я проснулась от того, что смотрю, и подо мной, ну, прям, ну, так, какое-то все мокрое. А оказалось, что начинает из груди выделяться молозиво. Ужас какой. Я смотрела на вот эти вот прокладки, которые для груди, и думала, ну, кину-ка я их в тот ящик, который будет у меня в роддом. Ааа, не тут-то было. Ну, в общем, пока что я справляюсь с этой проблемой. Но, как-то это было, конечно, неожиданно. Все вот эти вот такие неприятные аспекты беременности, конечно, хочется переживать полегче. Но это абсолютно нормально. У некоторых вообще начинается чуть ли не там, не с 17-18 недели. У меня еще попозже. И чтобы не забыть о наших роликах и новых выпусках, обязательно ставьте колокольчик. И он обязательно напомнит вам о том, что вот они мы. Пора смотреть. Всем пока. И не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok